Продолжаются выходные в США, поэтому на рынках пониженные объемы, небольшие изменения, вялая торговля достаточно происходит. Из основных событий можно выделить по США. Основным событием стало признание фактически поражения Трампа. Вчера, значит, он заявил, что он согласен покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют в январе за Байдена. Это, в принципе, произойдет почти на верное, так как статистика показывает, что выборщики по штатам обычно голосуют так же, как и проголосовали избиратели в этих штатах. Было лишь несколько исключений в истории, когда выборщики предпочитали голосовать за другого кандидата, то есть идти против воли, по сути, народа. Я думаю, и консенсус сейчас на рынке такой, что этого не произойдет. Почти, наверное, выборщики проголосуют за Байдена, но Трамп сейчас пытается не ударить грязь лицом, продумывать стратегию отступления. Собственно, поэтому заявление, что он готов покинуть Белый дом, если проголосуют выборщики, по сути, является констатацией своего поражения и признанием своего поражения. Как я уже сказал, фонды в рынке у нас сегодня остаются в консолидации, небольшое изменение по фьючерсам, небольшой рост у нас имеется по фондовым рынкам. Вчера у нас состоялось очень важное для Евро выступление головного экономиста ЕЦБ Лейна. Почему важное для Евро? Потому что до декабрьского заседания ЕЦБ остается совсем немного, и очень, будем так говорить, чиновник высокого ранга, такой как Лейн, высказалась по поводу того, что будет из себя представлять декабрьское решение ЕЦБ. По сути, его комментарии прорили свет, собственно, на то, как же поступить ЕЦБ, потому что он объявил на предыдущем свидании, что будет смягчать кредитные условия. Непонятно было, как он будет смягчать, какой будет масштаб смягчения. Собственно, вчера Лейн заявил, что чувствуется небольшое повышение ставок для конечных заемщиков, стоимости заимствования для конечных заемщиков. В Еврозоне им становятся менее доступные кредитные средства, они становятся более для них дорогие. Задача ЕЦБ, собственно, обеспечить, чтобы в трудный момент для заемщиков конечных кредитные ресурсы были дешевыми, были доступными, поэтому ЕЦБ должен действовать. Значит, важный момент, который нужно учитывать, пытаясь предположить, что же будет у нас в декабре, это то, что сейчас, в отличие от марта, кредитные рынки в Еврозоне, долговые рынки, они стабилизированы. Кредитные спреды у нас находятся в норме, нет никакой напряженности на рынках, поэтому прямой интервенции на рынке кредитные ЕЦБ проводить не будут, он воздержится от этих интервенций. Он будет действовать через невремой канал финансирования, то есть через банковский сектор, будет, по сути, им обеспечивать более низкую ставку, чтобы банки уже затем обеспечивали дальше низкую ставку для конечных заемщиков. Вот, собственно, основной программой, будем так говорить, субсидирования льготных кредитов для банков, это четырехлетние специальные кредиты для банков, которые завязаны на кредитные портфели банков. То есть, если у банка хорошие показатели кредитования каких-нибудь потребителей или фирм и так далее, если он много кредитует, если он старается кредитовать и так далее, то ЕЦБ, отслеживая вот хороший кредитный портфель у банка, он предлагает ему льготные кредиты. Собственно, ЕЦБ собирается из комментариев, но стало понятно, что он собирается вот расширить эту специальную льготную программу кредитования для банков. Что важно иметь в виду, для евро вот такие решения, они обычно остаются без внимания, то есть евро их обычно игнорирует. Евро может хорошо отреагировать на то, например, если ЕЦБ увеличит или уменьшит программу количественного смягчения, не изменить депозитную ставку для коммерческих банков. Это такие мощные, сильные меры, которые провоцируют движение евро. Такие вот адресные, не адресные меры, но программы меньшего масштаба, как вот расширение программы льготного кредитования для банков, они обычно проходят для евро незаметно. Поэтому, короче говоря, вот из вчерашнего заседания евро, это стало понятно, что не будет у нас ЕЦБ применять, будем так говорить, тяжелую артиллерию. Собственно, в евро, соответственно, пропали. Полностью он избавился от ожиданий, что ЕЦБ будет применять тяжелую артиллерию в декабре. Поэтому у нас сегодня евро отреагировал вверх. Вчера вот он у нас падал, получается, ниже 1,19 отметки. Вот здесь у нас восстановилось как раз-таки после того, как главный экономист приободрил рынки, заявив, что не будет, по сути, никаких мощного смягчения, как предполагалось до этого, от ЕЦБ в декабре. А сегодня у нас поступил также ряд, давайте посмотрим, комментариев, ряд отчетов по еврозоне. Это потребительская уверенность, деловой климат и деловой климат в производственном секторе. Я, значит, ожидал, что шок в еврозоне от новых локдаунов, он заденет потребителей, заденет производственные секторы, промышленный сектор. Как мы видим, чуть лучше, получается, прогнозов вышли у нас, вышли у нас актуальные значения. По сути, локдаун как бы это показывает, что локдаун у нас, ну, грубо говоря, прошел по касательной для промышленного сектора, для непроизводственного сектора. Однако, почувствовал на себе новый локдаун здесь, сфера услуг, сильнее, да, вот снизился показатель корпоративных настроений, индекс корпоративных настроений делового климата в сфере услуг. Ну, это понятно, потому что локдауны в первую очередь затрагивают сферу услуг, социальные ограничения в первую очередь затрагивают компаний, которые вот предоставляют услуги потребителям, да, которые находятся с ними в непосредственном контакте, в отличие от промышленности. Вот, это все, о чем я сегодня хотел рассказать. Так же, единственный момент по поводу евро, да, вот остается, будет ли он тестировать сопротивление на 1.2 на следующей неделе, на мой взгляд, будет движение в ту сторону, однако важным компонентом для этого является положительное решение ОПЕК. Если ОПЕК у нас сокращает, продлевает ограничения на добычу до середины первого квартала, до середины первого полугодия 2021, или до конца первого полугодия 2021, это очень хорошее решение, в первую очередь для валют, которые зависят от цикла. Туда входит и евро. Доллар от этого решения пострадает. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, задавайте их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Вот это, собственно, и все. Всего доброго, торгуйте в продажу.